Всем привет! Это канал IT-чаттер, и сегодня у нас неожиданный формат. Сегодня у нас игра. Мы будем играть в что, где, когда. Ну, почти. А в качестве участников у нас Дмитрий Дорогой, поприветствуем, и Антон Щербаков. Всем привет! Вот заливает, а! И я, ваш бессменный ведущий, Александр Гранин. А тема сегодняшнего выпуска — Солид. И ваши личные взгляды на эту аббревиатуру, и эти принципы нужны они, что это такое, окей? Окей, договорились. Хорошо, тогда поехали! Ну и первое, что я хочу спросить у каждого из вас — Солид — это базворд, который никому не нужен, или всё-таки что-то в этом есть? И давайте начнём с Антона Щербакова, как приглашённого гостя. О-о-о! Солид! Да, это термин, который сейчас очень претендует стать на такой уже набивший москомину словом, который и спрашивают много где, мало где используют. В целом, по отрасли не сказать, что в моём понимании оно где-то есть. При этом есть какие-то примеры, которые крутятся вокруг, там, я не знаю, кубиков животных, фигур и прочее. И такой, и у каждого своё собственное понимание на этот взгляд. Наверное, если обобщить, то это будет вот так выглядеть. Хорошо. Дима, ты согласен с Антоном? Ну, в общем-то, да. Я думаю, что для программистов Солид — это примерно как косолетка для стюардесс. А что такое косолетка? Вот это тот самый боссворд, да. Ну, вообще, это такая еда в коробочке, вот эта коробочка есть косолетка. Ну, я считаю, что должны быть какие-нибудь слова специальные для профессии. Это придаёт какого-то шарма профессии, позволяет как-то общаться жаргонными словами и ругать друг друга более конструктивно и гораздо быстрее. То есть, можно сказать кому-нибудь, ты нарушаешь принцип, который заложен в букве «С» слово «Солид», и все сразу поняли. А кто не понял, такой «Надо быстренько погуглить». Что же такое Солид? Побежал, погуглил. То есть, ты сейчас намекаешь на то, что это нужно исключительно для унижения других программистов? Ну, нет, конечно. Это нужно для того, чтобы писать качественные программы. А для того, чтобы писать качественные программы, надо чётко понимать, а что же такое качественные программы? О, интересно. Давайте поговорим об этом. Как Солид влияет на качество программ? Антон, ты C++-разработчик. Да, это я. Даже Солид не нужен? Солид, это надо сказать, надо понимать, и я понимаю твою иронию на этот счёт. Это набор общих принципов, которые относятся вообще в целом к отрасли программирования. И речь здесь ровно про дизайн. Может быть местами про архитектуру. А что является хорошим признаком хорошего дизайна и архитектуры? Это, наверное, всё-таки издержки на дальнейшее развитие продукта или программного кода. И скорость того, насколько ты можешь хорошо и легко добавлять без особого удивления новой функции и вполне себе комфортно работать. Это не история про производительность. Это не история про какое-то оригинальное и интересное решение с точки зрения дизайна. Это просто набор опорных каких-то утверждений, назовём их так, руководствуясь которыми можно строить качественно лучшее программное обеспечение. Качественно, в первую очередь, для программиста. И качество здесь я понимаю про то, что я потом в дальнейшем буду меньше с этим запариваться и меньше удивляться. То есть к языку это мало имеет отношения? На мой взгляд, да. А ты, Дима, у нас C-шарп программист. Каюсь. И тебе часто встречается аббревиатура Solid в каких-нибудь материалах? Надо сказать, что на удивление часто. Очень-очень часто встречается. Очень часто апеллирует к определённым буквам этой аббревиатуры. Очень часто она встречается просто в разговорах. Особенно, когда идёт обсуждение какого-то дизайна. Когда обсуждается дизайн, очень часто говорится, так, этот дизайн надо поправить, потому что он и дальше бла-бла-бла идут какие-то цитаты из Solid. Ну, я так понимаю, мы подошли к вопросу, что же такое Solid? Это аббревиатура. У неё пять буковок. И все трактуют эти буковки по-разному. Давайте попробуем какие-то мнения высказать насчёт того, что каждая буковка из них значит, окей? Давай, начнём с первой. Давай, из тебя. Что означает первая буква? Ну, здесь я задаю вопросы. Не, я просто хотел услышать анонс, да? То есть, Single Responsibility Principle. На мой взгляд, это очень хорошая такая, ну, и буква, и принцип, да? И самое странное, что есть в этом принципе, что он очень сильно отличается между программированием и всей остальной реальной жизнью людей. Поясню на примере. Single Responsibility, это значит, что одна какая-то сущность имеет только одну обязанность. Или там по-другому есть формулировки, когда говорят, будет только одна причина для того, чтобы её менять. Но, если вы подойдёте к любому автомобилю и посмотрите на тормозной диск, то вы с удивлением заметите, что у него минимум две обязанности. И это, наоборот, классно. То есть, в механике, когда одна вещь выполняет несколько функций, это классно. А в программировании, наоборот, плохо. Ну, кстати, про тот же диск, что я имел в виду. Он и тормозной, а ещё он и радиатор самого себя. Он себя и охлаждает, и тормозит, и делает это качественно, ровно за счёт того, что он нарушает Single Responsibility. Когда этот механический принцип дошёл до программирования, посмотрите, в любой ноутбук, на любую штуку, да, там программисты что делают? Ммм, у нас вентилятор, он должен быть здесь, у нас процессор, он греется здесь, ммм, надо их соединить, тепловые трубки. И в итоге получается, что радиатор отдельно, процессор отдельно, и между ними ещё какая-то, по идее, идеологически абсолютно ненужная вещь. Ну, это как бы, возвращаясь к исходному посылу, да, что такое Single Responsibility, на мой взгляд, это ещё и немножко такой менеджерский принцип. То есть сейчас уже над всеми программами работает много людей. А как сделать, чтобы эти много людей не толкались? Чтобы когда один человек делает один кусочек программы, чтобы он был локальным, чтобы он делает один кусочек, и он вот меняет ровно его. И чтобы когда другой человек начинает править свой кусочек, чтобы они друг с другом не пересекались, не мешали друг другу. Вот это как раз основное назначение, на мой взгляд, этого принципа. Single Responsibility. То есть каждый кусочек программы, каждый модуль, класс, там, ну, на каком уровне рассматривая, да, он ответственен за своё. То есть модуль принтера, он не должен отвечать за конфигурацию DNS на сервере, да. Вот, ну, то есть, и это позволяет программистам не толкаться и не мешать друг другу. Окей. То есть у нас есть направленность на то, чтобы делать одну вещь, но делать её хорошо. Да. Как ты, Антон, смотришь на такую философию? Я с ней соглашусь. Я с ней соглашусь, согласен, и более того, стараюсь её придерживаться. То есть не всегда это возможно, скажу сразу. Я думаю, любой программист, какое-то время поработавший в этой сфере и поработавший с этими принцами, попытках применить их, согласится, что не всё так гладко. И делать даже не в Legacy и каких-то других пунктах не всегда приходится легко, так же, как с именованием, определить эту, собственно, саму ответственность этого класса. И я поддержу Диму с той точки зрения, что это такая возможность ввести гранулярность в такую. Одна функция, это всегда возможность её, во-первых, повторно использовать. Она не тащит с собой прицепом кучу дополнительного всего. И это тоже нередкая история в программировании, когда у тебя есть класс. Вот он делает почти то, что мне нужно, но он что-то ещё больше. Я ему даме параметров нафигачу. Сделаю возможность, чтобы без них в том числе работать можно было. Запутываю в конечном итоге код, ухудшую его качество, но зато будет повторное использование, так называемое. Вместо того, чтобы, к примеру, пойти и просто отделить одно другого. Но здесь ещё и другая крайность есть. Помимо того, что бывают классы, которые объединяют в себе несколько, например, Responsibility, и потом приходит понимание, что это, наверное, всё-таки разные части. Я просто поленился на то, что не хотелось плодить большое количество сущностей и объединил это всё в одно. Есть и истории, когда у класса может оказаться полторы, например, Responsibility, или вообще пол, назовём это такими условными цифрами, когда, по сути, два соседних класса могли бы быть одним единым. Примеры я уже затрудняюсь вспомнить, но на практике такое тоже бывает нередко. Мы как-то, честно говоря, говорим сейчас в основном какие-то абстрактные вещи. Неплохо было бы привести какой-нибудь пример. Приведи. Дима. Ну, пример Single Responsibility, один из самых простых примеров, это когда у нас есть какая-то сущность, которая читается из файла, и есть читатель этой сущности из файла. Для чего это удобно? А всё просто. Сегодня мы сохраняем состояние нашего класса объектов в файл, завтра мы выросли, файла мало, хочется большего, начали сохранять в базу. Мы саму сущность не меняем, у неё своя ответственность. Она представляет нам предметную область или объект из базы, но читатель в базу, сохранятель в файл, сохранятель на телетайп, загружатель с FTP, это будут отдельные ответственности. То есть за счёт этого самый простейший пример. Почему я его вспомнил? Если опять-таки отмотать на какие-то книжки, которые были популярны x лет назад, то там везде было такое, делаем класс-точка, класс-точка сам себя рисует, сам себя сохраняет, сам себя на дуде играет и так далее. То есть вот отсюда-то и выросло это всё. То есть это и есть ответственность. То есть если я программирую сохранение сущности в файл, а Антон программирует отрисовку этой сущности, то мы даже по файлам с ним не пересекаемся, нам очень легко мержить код, мы параллельно работаем, и у нас всё хорошо. Ещё вот пять копеек, которые хотелось бы добавить. Классно. Часто приводится как аргумент, типа сингл-респонсабилити, почему вы её не ввели раньше. Тут такую небольшую ребарочку, по которой часто забывают в таких дискуссиях, это код он живой. Его стоит воспринимать не как готовый продукт, вот сейчас уже построенный дом, типа такой вот есть, и он у тебя каждый раз как построенный дом, а всё-таки как большую стройку, на которой иногда стоят подпорки, какие-нибудь технические вещи, и в конечном итоге это рисуноще, которое постепенно вырисовывается. Нет ничего дурного, на мой взгляд, на ранних стадиях, или на стадиях прототипирования, когда заносишь одни части, объединяешь их в дальнейшем. Хуже, когда эта работа не доводится в нужный момент. Но это всё может и закончиться, это тоже компромисс, это тоже норм. Таким вот апогеем, скажем, именно S, я буду всегда строго вводить ридера из файла, я не знаю, какого-нибудь форматора или распаковщика данных, и отдельные слои по подструктурам, которые это всё представляют в какой-то более-менее вменяемой иерархии. Это тоже такая история, которая нащупывается. Часто бывает, это же то самое история про software, это не hardware, которая вот прошита в камне, и попробуйте только это поменять. Это именно легко меняемая история. Тут тоже про это не стоит забывать и помнить. Добавлю пять копеек. Очень часто в книжках про программирование, особенно про архитектуру, рисуют именно стройку, рисуют большое здание, фундамент, подъёмный кран, ещё что-то. Но тут есть важное капитальное отличие. Если дом построили, фундамент усилить потом задним числом вообще никак нельзя. В программировании, ну даже если вы выбрали чуть-чуть неправильные, там не очень удобные абстракции, ещё что-то, ну всегда можно вернуться и пересмотреть их. Никто не запрещает, когда мы построили пять этажей нашей программы и поняли, что надо больше вернуться и усилить фундамент. В этом принципиальная разница между стройкой и программированием, и именно поэтому не надо воспринимать вот всё настолько фундаментально. С программированием да, можно менять всё. Ничего плохого в этом нет. Отлично. Но вы какие-то общие слова говорите, и мне совершенно непонятно, это как применять на практике. Это к чему надо применять? Это отдельные классы, отдельные функции, отдельные модули, может быть отдельный проект. Вот Антон, к чему применяет этот принцип? Сингл респонсибилити. Смотри, я к функциональному программированию не так близок, как ты, должен признать. И про, ну наверное, про функцию тоже это можно было бы озвучивать. Но то, о чём говорю я, это всё-таки история про, может быть, предварительное проектирование, продумывание и разнесение логики. Как ни крути, зачастую редко удается, скажем, архитектурой или дизайном избавиться от количества всё-таки написанного хода, если это не какой-нибудь дополнительный архитектурный шум. То есть, у тебя будет, рассматривая чистую логику, её будет всегда ровно столько же. Но насколько аккуратно ты это разнесёшь между собой, между сущностями или классами, другими словами, и тот как раз про это и определяет. И это один из принципов, который лежит в основе того, как это лучше всего делать. То есть, если у нас задача идёт чтение, то пускай у нас будет читатель. Он больше ничего не будет делать, он будет только читать. Если это у нас будет серилизатор, то пускай он будет только серилизовать. Если у нас будет, не знаю, да что угодно, пускай это будет только его ответственностью. Вот и всё. Ты говоришь про подсистему? Я говорю про классы, в рамках класс, подсистему. Такая история тоже применима. Но в ней есть несколько нюансов. И предложил бы её сюда, во-первых, не включать. И более подробно это про чистую архитектуру писал дядя Боб. Так дядя Боб и придумал Солид. Да. Но именно распространение принципов, может быть, не в полном виде, сложено у него лучше всего это. Я с ним здесь состязаться не буду. Хорошо. Дима, мы пока всё ещё про сингл-респонсибилити. Это самое простое. А как обычно, на самом простом больше всего времени проводим. Но я бы тоже хотел от тебя услышать ответ. К чему применять этот принцип? Тут всё просто. Чем ниже уровень, тем, на мой взгляд, лучше надо придерживаться этого принципа. То есть, на мой взгляд, при проектировании каких-то классов, ну, желательно прям его прям придерживаться. Ну, понимаем, что какие-то нюансы всегда есть. Когда мы уже класс объединяем в какие-то модули, там, ну, надо придерживаться, но можно в каких-то нюансах отходить. Чем выше модуль, ну, допустим, уже программу сделали, да, и в программе уже это не нужно делать. Ну, пример, программа Автокад, да, с одной стороны проектирование, с другой стороны я могу и нагрузки на, там, проектируемую модель посчитать. Вроде как я должен в этом софте только проектировать, но я ещё и нагрузки считаю, да. То есть, чем выше, тем это всё сходит на нет. То есть, он на Автокад, там, и чертежи сделает, и посчитает, и анимацию сгенерировал, да. То есть, нельзя сказать, что программа должна быть для чего-то одного, да. Так же, как в том же Word-е. Можно и орфографию проверять, можно и писать, и ещё что-то. То есть, чем выше уровень, тем больше, вот, уже композиция начинается, тем больше всего объединяется. Ну, это такая же история, типа, движение такое, типа, к больше-большему движения, к абстракции. То есть, это просто редактор такой, типа, текстовый редактор, его обобщенно называют. Так же, как любое слово можно вести, там, ко всеобщему, или как называемое. Ну, да, то есть, мы говорим о классах. При преобразовании, при разработке натуральных языков. Вообще, у нас ещё четыре буковки, но прежде, чем мы перейдём к какой-нибудь следующей буковке, я услышал кое-что про хороший дизайн. А вообще, следование принципам солиду, например, это значит, что мы делаем хороший дизайн? Антон. Для меня, как я и говорил, история про хороший дизайн, это в первую очередь код, который... это работа, которая направлена, в первую очередь, для самих программистов. Это не какая-то внешняя, скажем, условия, обязательно для клиента, или для какого-то, не дай бог, PM-а, и так далее. Это вот внутренняя работа, да, и вот та, которая вот для того, чтобы улучшить и облегчить себе свою собственную жизнь. И мерилом хорошего дизайна, архитектуры, для меня это вот как раз... Чем легче мне с этим работать, тем, чем легче разобраться, чем легче понять и чем легче там доработать какие-то вещи, тем, тем лучше в абстрактных попугаях, единицах дизайн и архитектура. Вот, я забыл твой вопрос исходный. Мой был исходный вопрос. Влияет ли солид на хорошесть? Да, это один из принципов, который... Один из наборов принципов, которые в том числе позволяют это делать. Вот. Как и любой инструмент, безусловно, им можно испортить... Культура использования инструмента, как правило, можно использовать, испортить любой инструмент. Вот. На мой взгляд, если следовать принципу и Single Responsibility, и Open Close принцип, и Dependency Injection, да и в целом DL, не знаю, это какая-то история такая про абсолютно здравый смысл. если не закапываться, и не заниматься там холиваром. И от этого проект всегда только выигрывает из моего опыта. Вот и все. Дима. Дима. Да. А мы закопаемся в холивар. Если разработчик не знает, что такое соль, это он хороший разработчик или плохой разработчик? Ну, это, как говорится, It Depends. Я вполне допускаю, что могут существовать очень хорошие разработчики, которые не знают этого принципа. И я бы хотел чуть-чуть вернуться вот к той вещи, про которую Антон говорил, что такое хороший дизайн. Вот еще до начала записи Антон высказал, на мой взгляд, самое лучшее определение хорошего дизайна, хороший дизайн, это который тебя не удивляет. Скажем так, не удивляет тебя неприятно. То есть это значит, когда ты открываешь программу и думаешь, так, вот если бы я делал эту программу, то общение с базой данных у меня было бы здесь. Смотришь, оно действительно здесь. А плохой дизайн, это когда ты думаешь, хм, общение с базой данных должно быть здесь, открываешь, а там принтер. Это звучит, как будто бы ты с этим сталкивался. Ну, и бывает, да. Бывает, что очень в необычных местах что-то оказывается. И, ну вот, один из примеров, да, то есть, может быть, чуть-чуть другим принципом, да, про игру мы как раз говорили. Не помню название игры, может быть, мы его вспомним, там, подпишем, да, когда в одной из компьютерных игр для того, чтобы сделать движение какого-то поезда, персонажу голову в этот поезд превратили, да, и вроде как персонаж ходит, но на самом деле это поезд едет, да. Вот, понятно, что это решение, там, текущей задачи в рамках текущих абстракций, но, в принципе, это вызывает как раз удивление и непонимание. Вот в хорошем дизайне, где все-таки предусмотрено, что поезда ездят, да, там, машину существует, ну, такого быть не должно. То есть, дизайн не должен неприятно удивлять. Он должен быть понятным и предсказуемым. То есть, есть еще такое понятие интуитивно понятным, да, то есть, если я ожидаю, что у меня принтер печатает, я открываю класс принтер, вижу, оп, в нем есть функция принт. И в нем нет функции прочитать перфокарту. А зачастую такое, ну, случается. Интуитивно понятно то, что ты сказал, но совершенно не интуитивно понятно, что значит остальные принципы солида. Вот, Антон, развивая мысль про интуитивно понятные принципы солида, что такое принцип подстановки Барбар-Лисков, ЛСП? Мы сразу перейдем на него, да? Да. Начну с примера. Это часто приводимая абстракция, где, по-моему, прямоугольник это частный случай, там, квадрата или что-то такое. Вот. И в зависимости от контекста это когда мы, по сути, получается, пытаемся натянуть саму на глобус, вводя методы, которые, к примеру, на самом деле не соответствуют в некотором роде сущности квадрата, или прямоугольника, или какой-то обобщенная история. Это нарушение. Лучше проговорить, наверное, в этом контексте про нарушение. Это когда, начнем с простого, наверное, появляется какой-то интерфейс и есть некоторое количество реализации этого интерфейса. И нарушением этого принципа зачастую, и из того, что я вижу, это появляются методы, которые появились для того, чтобы где-то конкретную имплементацию поддержать, вместо того, чтобы признать, что, наверное, это все-таки ни одного типа сущности, и запихивать их в один и тот же интерфейс, наверное, не стоит. А проще было бы ввести это каким-то другим образом, да, возможно, в отдельную какую-то группу вынести. Либо же вообще пересмотреть там подходы, я не знаю, может быть, это вообще к этой части никоим образом не относится. Подождите, а это не принцип интерфейс-сегрегейшн? Нет. Нет? Эль? Барбара Лебовски? Хорошо, Дима, ты как понимаешь? Мы это выражем. Нет, не факт. Дима, а для тебя что такое принцип LSP? Ну, принцип отстановки достаточно простая вещь, интуитивно понятная, проще всего ее понять на примере лампочки, да, то есть, когда мы знаем, что у нас у лампочки есть цоколь 27-й, мы берем, идем в Levi Merlin, покупаем любую лампочку, и мы абсолютно уверены, что если мы лампочку вкрутим в этот 27-й цоколь, она будет светиться, она будет включаться кнопочка и светится. Теперь переносим все это в индустрию программного обеспечения, да, то есть, у нас есть интерфейс логера, мы подключаем туда логер в файл, логер в базу данных, логер еще куда-то, и мы должны быть уверены, что какой бы логер мы не подключили, у нас все будет работать. В одном случае сообщение будет логироваться на консоль, в базу, там еще куда надо, там хоть звонок будет звенеть, да, это будет соответствовать. У нас не должно быть такого, что мы воткнули в логер, там, не знаю, в консоль, и случайно приложение упало от этого, потому что оно какие-то еще там ожидания ожидает, да, там, ну, например, там, какие-то, даже сейчас не могу придумать, как можно интерфейс логера испортить, да, но, в общем, смысл в том, что чтобы мы не подоткнули в этот интерфейс, оно должно работать. Соответственно, если мы интерфейс делаем только ради интерфейса и вообще не подразумеваем, что мы туда что-то разное будем втыкать, то тут же вопрос, зачем мы туда вообще интерфейс делаем? А тут наверняка кто-нибудь там скажет, что, ну, как, для тестирования, для тестирования, да, или еще для... Окей, тестирование как раз еще один способ использования. То есть, если у нас есть интерфейс, у которого всегда одна реализация и интерфейс отдельно не используется, то, собственно, вопрос, зачем он туда вообще нужен? то есть, это то же самое, что вот мы цоколь для лампочки придумали, а лампочку в него ни разу не вкрутили. Или вкрутили и забыли, другой нету. Ну, и опять-таки, возвращаясь к лампочке, ну, понятно, что раз там есть напряжение, туда можно и розетку вкрутить, но, наверное, это будет не совсем корректное использование. Слушайте, вы все приводите, какие-то примеры из жизни, а в коде это где? Вот где? Логер. Логер, а логер это что? Логер интерфейс логера. Интерфейс логера. То есть, я предполагаю, что моя программа должна сообщать о каком-то своем жизненном цикле, о том, что сейчас какие-то стадии выполняются, я хочу иметь об этом, ну, какую-то информацию. Для этого я передаю в класс, который реализует какую-то обработку, чего-то, да, я передаю логер. Дальше, в принципе, что я с этим логером буду делать, ну, как бы, никого не волнует. Я ожидаю, что программа мне скажет, я начала обработку, я обработала, я там послала запрос, дождалась ответа, там, что-то еще, да, я просто ожидаю, что логер будет вызван. Что именно будет в этом логере, все равно. Я могу туда просто пустую затычку воткнуть, типа, ну, чтобы быстрее, например, было, да, не хочу вообще ни микросекунды тратить, вот пустой логер. Пожалуйста. В контексте C-Sharp'а логер интерфейс это ключевое слово интерфейс, а затычка это имплементация. Конкретная реализация, да, да, именно так. Можно попробовать еще другой пример привести. Давай все-таки посмотрим такой, тоже частый пример, это Animal, iAnimal пускай будет там, или интерфейс животного, да, который, среди прочего, к примеру, умеет бежать и ползти, и вот в какой-то момент у нас появляется имплементация змеи. Или кенгуру. Или кенгуру. Такой, который вот с точки зрения того, той семантики, которую мы вкладываем, типа, бежать или ползти, вот, окей, ползти может, собака может и бежать, и ползать, да, змея может только ползать. Наверное, все-таки она бежать не может, да, и тут возникает вот сразу вопрос такой, такой, да, видно, что здесь нарушается тот самый принцип, что мы пытаемся затянуть под интерфейс, то, чем сущность, в принципе, не обладает. Либо она обладает только частью этих функций, вот, и, может быть, здесь, ну, такое, одно из таких очевидных решений, типа, двигаться, может быть, может, нас все-таки не очень-то интересует, там, типа, бежать, да, или ползти, а если же все-таки возникает, ну, вот именно такое деление, то все-таки стоит отделять одно от другого, потому что будет, опять же, нарушение принципа наименьшего удивления, мы будем пробовать у змеи вызвать метод ран, что, ну, просто самой природе вещей довольно сильно противоречит, и уже такой довольно сильный сигнал здесь, и это вот, как раз вот та самая история, когда, когда происходит какая-то фигня, с точки зрения просто, вот, мы пишем программы понятные людям, а вот этот момент как раз он непонятный человеку, как такое может быть? Так, хорошо. Ну, это сплошь и рядом бывает, например, я помню, когда реализовывался один из компонентов, который занимался какой-то очень хитрой обработкой файлов, да, то там была сделана следующая вещь, то есть файл обрабатывался очень-очень долго, был интерфейс, который читает этот файл, но изначально, ну, создателями интерфейсов не было предусмотрено, что на каком-то моменте длинный файл может захотеться перестать читать, и тогда что сделали? Ну, тогда сделали, что при чтении реализации интерфейса говорило, фатал-герор, на самом деле это был никакой не фатал-герор, это просто хотели прекратить по тайм-ауту, да, но это вот как раз вот, когда интерфейс недостаточный, неполный, тогда его пытаются как-то там, ну, вот неправильно использовать, не по назначению, не скажу неправильно, не по назначению, это та же самая розетка, которая вкручивается вместо лампочки, как бы можно, но не по назначению. На самом деле, мне кажется, мы перешли от принципа L-aspect к какому-то другому принципу, и Антон, и Дмитрий говорят про назначение, про то, что надо делить, и Блиц-опрос, Дима, из этих пяти букв какой-нибудь отдельный принцип соответствует тому, что ты сейчас сказал, больше всего, на твой взгляд? Ну, можно, наверное, притянуть сюда интерфейс Egregation, все-таки, это как раз близко, и к тому, что Антон говорил, да, когда мы пытаемся про тех же животных описать, там, как двигаться, еще что-то, возможно, стоит сделать тут не один большой интерфейс, в котором будут методы, ползти, лавить, гавкать, прыгать, еще что-то, а стоит сделать несколько интерфейсов, и тогда собака сможет реализовать интерфейс гавканья, ползанья, там, еще чего-то, да, а змея интерфейс гавканья просто не будет делать вообще, и тогда не придется в реализации интерфейса гавкать у змеи, делать какую-то затычку, типа, там, интерфейс не реализован, или еще что-то, да, вот это как раз и есть та самая сегрегация, интерфейс настолько узкий, чтобы его не надо, не хотелось дробить дальше. Да, я понял, что я проговорил совсем про другое. Окей, ладно. 1-0 в пользу телезрителей. Отлично, да. Не беспокойся. Пишите комментарии. Мы это вырежем. Окей. Может, нет. Да не парься, может, прям так оставить. Да нет, всё, по-моему, нормально, потому что мы в любом случае говорим про хороший дизайн, и у тебя, Антон, есть замечательные мысли по этому поводу. И вот у меня в контексте того принципа, который Дима назвал, интерфейс segregation принципов, ты видишь какие-то способы разделения на ответственности в языках, и какие они есть? Интерфейс – это только ключевое слово интерфейс в C-Sharp. C-Sharp не скажу. Имею такое весьма опосредованное отношение. Если говорить про C++, то это, очевидно, чисто виртуальные функции и набор описаний виртуальных классов, которые содержат эти самые виртуальные функции, это такое типа мы задаём контракт, и все остальные только реализуют его в том или ином виде. То есть, не обязательно иметь ключевое слово интерфейс в языке. Дефайнеруля… Слушай, тут довольно зыбкая почва, куда можно там зайти. Скорее, если идти от сегодняшнего понимания, на мой взгляд, да, интерфейс – это достаточно понятный термин, вместо набора каких-то других языковых конструкций, которые в целом дают тебе то же самое понимание интерфейса. Да, я бы согласился, что в языке все-таки полезно иметь слово интерфейс. Но все плюс-плюс обходятся и без этого. Да. И не страдают. И не страдают. Это такое, как бы… Ну, ты как учишь любой даже просто натуральный язык, там, будь то английский, будь то русский, есть такой, типа, набор фраз, которые вот они слова, идущие вместе всегда такое. Ты даже использовал одно из этих слов, такое типа, подразумевая, что, наверное, да, это все-все-все-все вот рядом. Вот. Какой-то такой специальный домен. Хорошо. Хорошо. Интересно. Хорошо. Мы, на самом деле, уже много чего проговорили, но там еще три принципа. А у нас солид тема. Давай про О пойдем. Рассказывай. Что такое О? Open. Чего-то там. Подсказка со стороны Димы? Может быть, это большое О? Да-да-да. Это большое О открыт для расширения, но при этом не имеет необходимости быть модифицированным. Подожди, давай. Так все и есть. Все правильно, да? Все так и есть. Один на один в пользу. Я в точной формулировке, да, как правило, забываю, или она просто на ходу выскакивает. И тут ведь вот какое дело. Даже перед этим вот довольно много и говорили на эту тему, и готовясь к этому. Что такое вот посмотреть? Это, как правило, ну и речь идет о том самом интерфейсе, который вот, Саня, ты упоминал. Что вот у нас есть вот такой вот интерфейс, и необходимость его менять или расширять, ну вообще никакой нет. И вот если вот задуматься, да, хорошо, мы вводим интерфейс, который никогда не потребуется менять в любой ситуации. И такой в голову приходит, наверное, интерфейс, как хочешь его назови, у которого есть один метод execute что-нибудь, и которому, например, передается строка на вход. А в этой строке может все, что угодно быть, там, JSON, там, не знаю, XML, любое другое вольное описание того. Это вот идеальный интерфейс. Ты можешь вот на таком вот интерфейсе построить вообще все, что угодно. У тебя будет execute для отправки в сеть, execute для, не знаю, там, выводы на экран, что-нибудь, и строка будет просто описывать, типа, string еще назвать, там, какой-нибудь param, что, типа, там, вот. И он будет это все максимально агрегировать, и это будет вот самый идеальный интерфейс. Но ведь если построить программу вот по такому принципу, это тоже, наверное, open будет поддерживаться, буква O большая и solid такой, то, наверное, все-таки здесь это O имеет смысл понимать как раз вот в контексте двух других. И тут мы заходим на полянку про единство, да, и интерфейс агрегации, да, и, скорее, это система, которая такой, я не буду сегодня поддерживать принцип solid, я буду од поддерживать или олит. Или я сегодня познакомился с олей, я буду только олей. Вот. И, а если идти вот в другую сторону, да, то это интерфейс, ну, такой, типа, мы ввели сначала такой максимально абстрактный, а что у нас с другой стороны вообще вот этой вот шкалы такой. Ну, это максимально конкретная какая-то вещь, которая может быть там специфично под какой-нибудь отдельно взятый случай. Давай возьмем сразу отправку по сети в какой-нибудь сокет. При этом возьмем виндовый, например, сокет, который выражен там не интипом, да, а специальным типом, который берется из СДК условно соответствующей операционной системы. А еще более того специальный пакет туда затянем такой, ну, наверное, никуда не годится. У нас там грядет где-то кроссплатформенность. Ну и вот эти вот абстракции там и дальнейшая поддержка тут у нас куда-то, ну, уплывают. Вот. А все остальное это вот как раз вот… Понятно, что за редким исключением, может быть, каких-нибудь фреймворков, да, или там ком из Майкрософта, где там есть Iunknown интерфейс, который вот у нас все сущее, так называемое. В других случаях это и не требуется. И все остальное движение – это вот по сути найти способ, каким образом можно сделать интерфейсы такими, что вот само решение и взаимодействие между конкретными инстансами, да, поддержанными этими интерфейсами, будет неизменным, ну, просто заложенным в природе вещей, что вот оно так работает, что мы где-то там, например, что-то прочитали, а дальше просто передали куда-нибудь и там сохранили какое-нибудь там хранилище, а хранилище может быть там инстансировано, чем угодно, по сути. Вот. И вот здесь вот оно и раскрывается. И, наверное, хотелось бы привести какие-то примеры про того, когда вот мы все-таки из этого выпадаем. И наиболее полезно, наверное, такие вот приводить, потому что так это просто рассуждение ни о чем. Давай, Дима, тебе тогда слово передаю, подводочку тебе сделаем. Ну, на мой взгляд, open clause можно трактовать достаточно просто. Что значит открыт для какой-то, ну, для расширения, да. Представим себе, что у нас есть какой-то класс, который используется, ну, не только в нашей программе, да, а используется в миллионах других программ по всему свету, там, не знаю, каким-нибудь пакетом распространяется. И вот этот класс всем хорош, но мы хотим его чуть-чуть вот поменять его поведение, чуть-чуть что-то добавить, еще что-то. По-хорошему, если класс спроектирован с учетом расширяемости, да, то мы должны иметь возможность сделать это расширение, не меняя исходник этого класса. Если чуть-чуть ниже, как бы, спуститься к реализациям, да, что это может быть? Это, например, могут быть все всяческие виртуальные функции внутри класса, мы, соответственно, берем, наследуем свой от существующего, и, ну, все, наш существующий класс меняет какое-то текущее поведение, да, вот. При этом, вот, класс исходный, который по всему миру используется, мы не изменили. Мы сделали свой новый, который точно такой же, но с нужным нам поведением, вот. Соответственно, этот класс, он, ну, фактически закрыт для модификации, да, мы его не модифицируем, мы. Что значит закрыт, да? То есть закрыт, это не закрытая дверь, да, то есть если нам сильно захочется, то мы его все равно модифицируем. Это, лучше трактовать это так, что его не надо модифицировать для расширения. Я бы чуть-чуть перефразировал вот этот термин, да, то есть надо делать классы так, чтобы они позволяли расширяться без модификации. Соответственно, что это значит? Например, мы сделали класс и тут же силит на нем написали. Нельзя наследоваться. Соответственно, метод расширения через наследование нам уже будет недоступен. Соответственно, какие-то публичные классы, которые мы хотим, чтобы люди использовали, не надо их запечатывать. Если мы предполагаем, что у нас какой-то сложный пайплайн внутри класса реализован, ну тут можно сказать, как он, не знаю, привет, айдентит серверу, или какому-то протоколу аутентификации, то у нас есть стейты целые. В этом стейте мы получили токен, в этом стейте мы его обменяли на какой-нибудь билетик, еще что-то. То, соответственно, если этот класс будет весь этот пайплан реализовывать внутри одной функции, и мы никак не можем куда-то в серединку воткнуться, то у нас проблема. Но если этот класс изначально спроектирован так, что после первой стадии он вызывает какую-то функцию, ну просто а-ля события. Что типа, вот у меня первая стадия прошла, вот вам функция. Наследуйтесь и реализуйте ее, если надо поменять поведение класса, вот после этого стейта, да. Вот. То есть принцип ровно в том, что нам исходник не надо менять, ну просто физически прям сам исходный файл менять не надо. Но мы можем поменять его поведение. Вот ровно об этом. Что говорит, ну как бы, как я бы трактовал этот принцип? Ну достаточно просто. Если я делаю какие-то, ну прежде всего библиотечные какие-то классы, да, классы, которые будут использоваться большим количеством людей, даже небольшим, просто я уважаю людей, которые будут их использовать, да, я вставлю в них какие-то точки, где я предполагаю, я как автор класса предполагаю, так что может потребоваться расширить это самое поведение. То есть я просто заранее предполагаю. Это не значит, что я это реализовывать должен, да, я просто сделаю пустой метод, говорю, вот после стадии 1 обработки я его вызываю. Он сейчас пустой у меня в реализации. Ну окей, хорошо, поехали дальше. Я вас слушаю и я вспоминаю критику Солида. И эта критика в том, что люди задуряются принципами, но при этом не делают работу, а у них вылазит овер-инжиниринг, какая-то усложненность, какой-то фанатизм. Прежде чем мы перейдем к следующему принципу, Антон, что ты думаешь про это? Я согласен с тобой, Сань. Я видел такие же примеры, так же, как и ты. Наверное, даже те же самые. Есть такая история. И тут у меня нету какого-то конкретного совета или, может быть, какой-то рекомендации, что а вот здесь они сделали вот это не так. Его просто нет. Бывает по-разному. Бывает, что да, мы метимся захватить сначала глобальный рынок, и захватываем гораздо больше и функций, и возможностей вносим гораздо больше. А потом эти, например, клиенты отваливаются такой. И вот это вот точки расширения, которые мы надобавляли, они остаются. Вот даже не знаю. То есть это вот ровно возвращаясь к тому, что говорит Дима, вот я как создатель класса, да, да я не взблогой, честно говоря, кому там и что, куда там понадобится. Наверное, это всё-таки история про то, чтобы, может быть, и не сразу добавлять, да, а вот там по мере требований каких-то такой, не знаю даже. Это всегда такой краеугольный камень про то, между таким максимальным абстрагированием и максимальной гибкостью, и между максимальной конкретикой, но ты можешь только использовать только вот эту функциональность и подлезть куда-то без там модификации, ну, никуда никак не влезешь. Опять же, вот от контекста использования очень сильно зависит. У меня нету здесь никакой золотой пули. Об этот вопрос сломались копья, да дофига кто. И это вот поэтому такая довольно большая полянка критики. Но это не только про solid, это, в принципе, про программирование в целом. Мне кажется, что ни возьми, всегда можно сделать больше, чем нужно. Такой, так, а сколько нужно? Да бог его знает. Можно пойти к какой-нибудь стратегии, там, к примеру, которая тоже, в принципе, жизнеспособна. И те от простого. Не вводить просто дополнительные точки расширения в виде интерфейса, создавая вот этот самый архитектурный шум, из-за которого, собственно, вот эту вот максимальную гибкость-то и ругают. Что, типа, поназаводили интерфейсов, везде у нас тут все интерфейсы, такое большое количество смотришь коды, там ничего не делается, зато обложились. Такой, а, наверное, все-таки идти вот от точки, где вот явно оно предполагается, не просто так вот на всех случаях жизни, тогда и вводить. Может быть, это какая-то такая была бы панацея, но тут тоже не скажу. Для себя я такого, такой ответ, наверное, не нащупал. Очень сильно зависит от контекста и прочего. То есть, это так же, как вот, я буду делать какую-нибудь простую утилиту, но я сделаю все по солиду, несмотря на то, что у меня там будет всего пять классов, но будет вот такая вкусная тестабилити, да. Ну, типа, это такая же история про то, к примеру, как пойти и делать 90% покрытия кода тестами, где тесты ради тестов, и на эти тесты зачастую требуются другие тесты для того, чтобы их проверить. Это как раз вот те вещи, которыми, вот, ну, наверное, и имеет смысл двигать. Есть у нас больше кода, которые вот там вот часто используют, да, мы там вкладываемся в большее, в качество там разработки там и прочее. Есть код, который утилитарный, по сути, там где-то сбоку припеку там идет, ну, наверное, на него мало кто будет заморачиваться. Это же не история про такой жесткий стандарт, мы будем его следовать, как фанатики и прочее. То есть фанатизм — это не в принципах, фанатизм — это в людях. Очень хорошо. Дима, ты как отвечаешь на критику солида? Прежде всего я могу сказать, что критиковать слово — это глупо. Ну, то есть сама постановка вопроса, да. Мы, люди, мы критикуем слово, да. Ну, флаг в руки, да. Вот. А если вернуться вот к тому самому, про что Антон говорил, про оверэнжиниринг, про то, когда вот, собственно, вот эти расширения делать, не делать, да. У меня вот мой собственный рецепт, да, он как бы не претендует на абсолютную истину, но он примерно такой. Если вы можете привести пример, как вы будете использовать точку расширения, и вы предполагаете, что этот пример вот прям там через неделю там вам реально потребуется делать, делайте эту точку. Если вы даже в уме там, в страшных кошмарах, снах, там, чем угодно, не можете пример придумать, не делайте ту точку расширения. Ну, то есть, понятно, что тут надо максимальный уровень, как бы, там, мечтательности, еще что-то. Ну, естественно, ничего не надо до абсурда дологить, да. То есть, ну, не надо, вот я сейчас сказал, там, через неделю будете реализовывать, не надо там дни по часам считать, да. Ну, то есть, есть пример, что может потребоваться такое. Вы говорите, знаете, вот у нас в конторе так не нужно, да, но вот в другой я слышал, что в этом случае там, ну, не знаю, на старте метода влог что-нибудь сильно специфическое пишут, да. Ну, ну, сделайте. В конце концов, это просто строка кода, вы ее всегда можете удалить, если она не понадобится. Сейчас тебе фанаты бритвы, отсекая все ненужное, придут и скажут, да, конечно. На каждый, по сути, подход здесь такой, это выбор каждого. В этом, наверное, может быть и большая какая-то проблема, может и не проблема вовсе, того, что там происходит, в принципе, в отрасли, и как выглядит и код современный. Если там, положа руку на сердце, я всего пару раз видел код, который бы был реализован, вот, ну, максимально близко к тому, чтобы назвать, вот, да, он соответствует принципам солид. Такое, это может и воспринимать это уже такое, как направление мысли, которое вот вести, держать в уме и стараться это делать. Окей, окей. Вообще говоря, мне нравится то, что вы оба сказали. Вы призываете к тому, чтобы о принципах как-то знать, но не фанатить от них, правильно? Вообще ни от чего не надо фанатеть. Ну, отверткой сердючки можно, почему? Особенно в конце корпоратива. Хорошо, попробуем разобраться с буковкой D. Антон, с тебя начнем. Что такое D? Да у меня на А имя, давай, Дима, ты. Ну, по поводу буквы D скажу, что это название мне не нравится. То есть, мне не нравится вот эта вот инверсия, то, как она формулируется, вот от Dependency. Ну, то есть, она звучит как-то, во-первых, максимально не по-русски, по-моему, даже не по-английски. То есть, как-то, ну, просто звучит некрасиво. Да, вот. Мне бы больше понравилось, если бы это было как-то сформулировано в более, ну, без инверсии, да. То есть, ну, как вот в программировании частенько бывает, да, там флажки, там, Енебли, да. Иногда бывает не Енебли, еще что-то. Да, 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 вот это вот. Но мне бы понравилась больше формулировка без нот. Мы можем сейчас попробовать ее придумать. Есть какой-то интерфейс, который зависит, собственно, от абстракции. Он про свои реализации вообще ничего не знает. Да, то есть, как бы, ну, вернувшись к нашему примеру, который мы хардверный такой делали, про лампочки, да, вот мы цоколь спроектировали, но цоколь не должен зависеть от лампочки. И мне кажется, что никакой инверсии тут, в принципе, нет. Это просто здравый смысл. Прямой здравый смысл. И когда прямой здравый смысл называют инверсией чего-то, вот, на мой взгляд, тут что-то вот с определением. Может быть, русский перевод какой-то не совсем адекватный, да, то есть. Слушай, а если рассмотреть это, вот, IOC, Inversion of Control, опять же, еще одна дурацкая формулировка, которая, вот, оно там есть, IOC, контейнеры какие-то, какой-то контроль, а чего контроль и прочее. И зачастую там просто приводится пример про то, что, окей, у нас есть иерархи классов, все знают об конкретных инстансах того, кем они там это оперируют, и мы, получается, сложность строим там сверху вниз какой-то большой гад класс, там классы поменьше у них там все там инстанцируется, то, чем они используют, включая там сеть, там, адаптеры для баз данных там и прочее, вот, и только вот возникла такая вот большая виноградина, а теперь давайте нам нужно дотянуть какой-нибудь параметр куда-нибудь. И у нас возникает гора классов передастов, не побоюсь этого слова. Как? Которые передаются. Что вы услышали? Да, которые передаются, а не то, что вам показались, вот эти самые, к примеру, параметры, или попытка достучаться до вот этих вот самых нижних. А что если взять и вот прямо выстроить эту структуру линейно, создать вот в том же самом ИОК-контейнере, это все, условно говоря, на одном уровне, а всем раздать просто их депенденции. А параметры взять и задавать, непосредственно обращаясь к конкретному там инстанцию. Это же можно и таким вот образом рассмотреть. Так, стоп. Мы сейчас немножечко поговорили про термины, это может привести к Холивару, но Антон задел интересную мысль. Inversion of Control, как еще один из принципов разработки ПО, или подход, как это можно назвать, да, он имеет какое-то отношение к солиду? Ну, во-первых, к букве D в каком-то виде это имеет отношение. Мы инжектируем зависимость и раздаем всем то, чем они должны выполнять свою работу, к примеру. Какими-то абстракциями, да, или уже готовые интерфейсы, с помощью которых можно там опосредовательно выполнить эту работу. Мы опять сейчас абстрактно очень говорим, и мне это в этом разговоре очень сильно не нравится, вот, но по-другому я пока никак сказать не могу. Нужно брать примеры. Ты предлагаешь взять код, написать. Да, нет. Внимание, черный ящик. Да, что в черный ящик? Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Да, человек выйдет такой. На чем остановились, а ты немножко змеюсь с этим? Мы попытались обсудить, что такое dependency injection. Control с dependency injection, да. Но по сути, у этого есть как раз вот те самые общие вещи, когда все необходимое, ты получаешь снаружи, и это оформлено в абстракции. Ну, это такой тип, в общем, если назвать. Ну, да, окей. Так, подожди, когда путаница, какой dependency injection? Inversion. Изначально мы обсуждали, да, то есть solid. Dependency inversion говорит ровно о том, что у нас абстракции не должны зависеть от конкретных примеров, от конкретных реализаций, да, то есть у нас абстракция, это одна, реализация, это сама по себе, то есть, грубо говоря, сокет для лампочки не должен зависеть от лампочки. Лампочка будет зависеть от сокета, лампочка это реализация его, да, то есть лампочка от сокета зависит, сокета от лампочки нет. Ровно это говорит этот принцип. Почему он нужен и почему этот принцип бывает? Ну, просто когда интерфейсы проектируются, очень часто в тот же интерфейс логера, да, народ начинает запихивать, например, имя файла. И тогда все. У нас получается, что интерфейс знает о том, что он обязательно файл. А мы такие ставим туда, а давайте поставим комкабель. А в комкабеле нету имени файла. И вот это все полетело, да, то, что мы раньше отсудили. То есть, интерфейс, он не должен зависеть от каких-то деталей реализации. То есть, если мы делаем логер, в интерфейсе должно быть просто лог такое-то сообщение. В реализации этого интерфейса, которое пишет в файл, мы, естественно, укажем и имя файла, и папочку, и надо ли этот файл разбивать на кусочки. Все вот эти детали, которые касаются нюансов работы с файлом, будут в реализации, но не в интерфейсе. Ровно про это и говорит этот принцип. Кажется, мы начинаем что-то понимать со зрителями в том, что вы говорите. Как бы вы посоветовали подойти к вопросу изучения Solid? Потому что вот я слушаю вас, очень много базвордов, и человек со стороны думает, ну вы какие-то абстрактные штуки обсуждаете, а это на практике вообще применимо, мы же просто фигачим код. Зачем нам этот Solid? Антон, как бы ты сказал, зачем Solid и как его изучать? Задумался очень надолго, зачем Solid и как его изучать. Больше всего меня ставят вопрос в тупик именно изучения самого Solid. Если говорить про меня, то я C++ программист, и вот та история про архитектурный шум, введение дополнительных интерфейсов, это не самая основная часть. Это язык, с которым достаточно много традиций и достаточно много кода, который по сути, не пользуясь этим, вот именно в полной мере, скажем, в моем понимании сегодняшнем, это реализует. Поэтому такой типа смотреть C++ код, ну, наверное, я бы, да, не рекомендовал. Как осваивать? Это хорошие примеры. И тут их неплохо было бы озвучить. Но за все время работы программистом я не видел, кроме как в книжках просто отдельные какие-то абстрактные примеры приведенные, довольно удачных примеров. Неплохо было бы вообще кому-то взяться и написать, условно говоря, простое приложение и сказать, вот это вот, оно полностью соответствует принципам соли, да, и там с небольшими пояснениями какими-то. Так, понятно. То есть, у нас не хватает нормальной литературы, на твой взгляд? Литературы хватает, примеров не хватает, которые бы можно было сказать, да, и там вот к примеру, а тех же самых вот авторитетных авторов я не видел. Мне не попадалось, что вот ребята, мы сделали простую утилиту и вот мы сделали вот ее там полностью в соответствии вот с этим. Потому что, даже вот сегодня в процессе этой дискуссии, да, мы, на мой взгляд, и в моем вот сегодняшнем понимании, заходили где-то на какие-то смежные полянки и прочее. То есть, такого явного рецепта, скажем, вот такой, может быть, не прозвучало в целом. Где-то жесткой грани такое тоже не озвучилось. Говорили о каких-то такой интуитивных вещах, может быть, интуитивном понимании. Но это как бы такой дипенсум конкретного человека и так далее. Я ожидаю, что у нас в комментариях будет срачек, если кто-то увидит. Дима, на твой взгляд, солид нужно изучать? Если да, то как? Ну, я не думаю, что надо подходить к этому прям вот так. Вот я сажусь, я сейчас буду изучать соли. Ну, я думаю, что достаточно, во-первых, прочитать, как бы просто, чтобы быть с другими, там, с коллегами по цеху на одной волне, да, чтобы просто знать хотя бы какой термин, что значит, да, что если, там, человек проектирует интерфейс, он говорит, слушай, что-то тут не то, вот там, про segregation почитай, да, чтобы человек понял хотя бы, что ему хотят сказать. То есть, в конце концов, все вот эти вот специфические словечки, да, там, синглы, responsibility, еще что-то, они как раз для того и сделаны, чтобы можно было вместо большой-большой книжки, там, длинного комментария, просто в ревью написать, так, синглы, responsibility, все. Ну, понятно, что такой, более такой хороший подход подразумевает, там, вежливо и длинно написать, но, в принципе, да, этого достаточно для обсуждения. Такая история про словарь и таких набор общих принципов, да, где-то они лучше соблюдаются, где-то они хуже, но изучать это, вот, даже хотя бы ради этого имеет смысл, не говоря уж о том, что легко можно получить довольно весомые, весомые плюшки и плюсы в этом, просто в повседневной работе, но что, решение становится просто понятнее, решение становится легче поддерживаемым, да, я такой, это такая история утверждать, не утверждать, тут просто такое, ну, верю, не верю, как бы такое, окей, это нужно просто взять, попробовать, сделать хотя бы раз, и это так же, как инфицирование юнит-тестами у фаулера, такой, ты такой, да, скептически к этому относишься, а потом, да, да, он был прав, наверное, каким-то таким образом, ну, и безусловно, это словарь, о котором, да, стоит знать, о чем идет речь, такой, сплошные плюсы, выигрыш. Так, стоп, хорошо, но, каким программистам надо изучать? Вы говорили про дизайн, вы говорили про качество архитектуры, то есть, это нужно сеньорам, архитектам, вот, твое, Дима, мнение, кому это нужно? Я думаю, что с солида я бы рекомендовал начать тем, кто хотя бы чуть-чуть уже язык знает, ну, то есть, тот, кто там не лазит в книжку и в справочник, когда пишет там цикл, инкью, еще что-то, ну, то есть, кто уже хотя бы чуть-чуть языком владеет, я бы рекомендовал почитать хотя бы эти принципы сразу, а дальше, даже если, скорее всего, будет что-то непонятно, да, а дальше я бы рекомендовал сделать следующую вещь, вот просто вы программируете что-то, у вас есть какой-то класс или еще что-то, вам говорят, надо сделать такое же, но, там, модификация небольшая, просто посмотрите, какие шаги вы будете делать, когда вы захотите его модифицировать, скорее всего, первое, что вам придет, захочется сделать, он скажет, надо такое же, но это, в этом сделайте копипасту, начнете это, он тут же скажет, ну, давайте не повторяться, попробуй переиспользовать, тогда человек, надо переиспользовать, как, а могу ли я переиспользовать так, чтобы расширить этот класс, не исправляя его, но привнести в новое поведение, да, и тут такой, опа, да, это же open close, и вот, когда у человека, вот это открытие, внутри его самого случится, то можно сказать, ага, галочка, о, я понял, следующая буква, да, он начинает писать интерфейс, и такой, я влогер, хочу добавить имя файла, он так, хоп, по рукам, не надо имя файла, влогер добавлять, такой, точно, это же вот про это, да, и следующую галочку можно поставить, то есть, это чисто с опытом, я, собственно, поэтому как раз думаю, что примеры, какого-то приложения, выстроенного по принципам Solid, они, может быть, не дадут какого-то суперского результата, потому что Solid, он как раз в процессе, да, то есть, нельзя показать готовый класс, и сказать, это Solid, тут важно показать, какой класс был, и что с ним сделали, и вот это как раз будет, и, кстати, на эту тему достаточно много, по крайней мере, на C-шарпе, достаточно много видео, где народ делает просто рефакторинг приложений онлайн, то есть, просто берут и говорят, давайте мы вот это приложение чуть-чуть улучшим, просто на ютубе, вот, на соседних с нами каналах, да, посмотреть рефакторинг в онлайне, просто посмотреть, что люди делают, там, ну, собственно, вот этим и занимается народ, и там как раз будут все вот эти принципы упомянутые, и на практике это просто гораздо проще увидеть, то есть, в статике это будет непонятно, это надо увидеть. Да, соглашусь, Дим, вот, у меня тоже сейчас как-то созрел ответ про это, такое, ты можешь учить это, а не учить, рано или поздно ты так начнешь делать, это просто, ну, сама по себе, природа вещей такая, что это самым натуральным образом, просто, рано или поздно, вот, вкладывается в твою работу, и, и ты это делаешь, вот, это все. То есть, вы говорите про осознание момента, что вы этим начали пользоваться? Да, у меня он точно был, то есть, с какого-то момента, решение, которое получилось, такое, в моем понимании, интуитивном, такое, то, что и называется, хорошим, да, и оно оказалось недалеким от правильного, вот, с точки зрения этих принципов, вот, и это такое, какое-то может быть, ну, откровение, не откровение, которое вот тут пришло, читать про это нужно, смотреть про это нужно, говорить об этом нужно, не понимать про это, тоже нормально, то есть, как бы, это такое, сегодня я там, так это понимаю, завтра я вообще забыл про это, послезавтра я к этому вернулся, но это вот, как раз, чем больше это ты, условно говоря, в голове держишь, да, тем больше ты к этому, там, возвращаешься, возвращаешься, может быть, начинаешь глядеть на это, с новой стороны, такое, очень философский сегодня, конечно, выходит, программисты, сидят, Пилософствует. И без пива. Кажется, это неизбежно, если мы говорим про абстрактные вещи. Приходится о них говорить абстрактно, иначе нам бы пришлось закопаться в код. Но в код мы будем закапываться уже в следующий раз. А сегодня давайте подытожим. Принципы Solid, на ваш взгляд, это хорошо или плохо? Поднимите палец вверх или вниз. Хорошо. Все видели, что эти хорошие, замечательные разработчики считают, что принципы Solid нужны. Это хорошо, да. И на этом мы будем завершаться. С вами были Антон Щербаков. Пока. Дмитрий Дорогой. Пока. И я, Александр Гранин, ваш ведущий. Всем пока. Спасибо, Саня. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...